Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И с нами на прямой связи по скайпу Сегодня журналист, телеведущий, блогер И режиссер-документалист Константин Семин Здравствуйте Добрый день Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните, задавайте свои вопросы Звоните из-за рубежа Код плюс 371 Номер ватсапа 2 30 6 1 9 1 Вы ушли с телеканала Россия 24 Там вели программу Агитация и пропаганда Она довольно успешно шла Но теперь вы в ютубе Почему вы ушли? Какая основная причина этого? Ну, это уже такая давняя история Что я успел ее позабыть Сразу после того, как это случилось Я писал ролик, в котором Постарался объяснить В чем причины Они довольно простые Мне кажется, вызревали На протяжении многих месяцев До моего решения Меня никто коленом под зад Не вышвыривал Но просто После ряда Сделанных мной в эфире заявлений Оставаться Далее в эфире Означало бы Подвергать ненужному риску Мое руководство И осложнять и без того Небезмятежные отношения Тут дело не в моей Какой-то личной Строптивости И позиции А в том, что Та идеологическая линия Которую я в программе проводил Она очевидным образом Должна была Однажды разойтись С идеологической линией Всего официального телевидения И просто Было непонятно В какой момент Это случится Так что мне кажется Что все, кто смотрел Агитпроб на протяжении Тех четырех лет Что он выходил На Россию-24 Примерно эту развязку Должны были себе Заранее Представлять Вам приходилось Ити на компромиссы Работая на телевидении? Конечно Конечно Я не только на Столичном Не только на Федеральном телевидении Успел в жизни Работать Без компромиссов Вообще не бывает ничего Я не хотел бы Чтобы меня представляли Как человека Который знает Только одно направление Вперед Нет Маневренность Гибкость Это вещи необходимые Но они не отменяют Принципиальных вещей И в некоторых случаях К сожалению Договориться нельзя Поэтому Мне нравится Формула Старинная Такая Которая Призывает Каждого из Сознательных людей Работающих В области Агитации И пропаганды Гнуться Но не ломаться Вот гнуться можно А ломаться нежелательно На переход в Ютуб Насколько он был органичен Насколько легко Вам было адаптироваться К этой площадке После телевидения Ну я бы не сказал Что после Потому что Ютуб Канал И Ютуб Вещание И социальные сети Мои развивались Практически параллельно С телевидением И было ясно Что по мере того Как эта площадка Набирает все большую популярность Популярность Телевидения падает Я об этом говорил Еще в году В 2012 Предупреждал Разных сильных Мира Сего Что роль Центрального телевидения Исключительная роль В послесоветской России В Ельцинской России Которая собственно говоря И позволила Сформировать нынешнюю Политическую систему Эта роль Постепенно Девальвируется Телевидение Утрачивает свое Влияние На умы И на смену Ему приходит Что-то другое Этим чем-то другим Стал интернет Мы сейчас Наблюдаем Как Вот это новое Фактически Поганой метлой Выметает Телевидение Из Сметает С тех позиций Которые телевидение Занимало И я в этом Не вижу ничего Радостного На самом деле То есть как бы Ютуб площадка Существовала Все выпуски Гитпропы Зеркалились туда Я видел Что аудитория Этих выпусков Иногда в несколько раз Превосходит Те цифры Которые Приносит Гэллоп То есть физически Тех кто смотрел По телевизору Программу Было меньше Чем тех кто Смотрел в ютубе И эта математика Касалась не только Моей передач Это тревожная история Еще раз Она меня не радует Потому что В целом Государству Это конечно Наносит В перспективе Очень большой ущерб Если когда нибудь Нам удастся Восстановить Оздоровить Починить Справедливое И народное Государство В России То ему конечно Понадобится Эффективная пропаганда А инструменты Которые позволили бы Такую пропаганду Вести Вот за последние 30 лет Фактически полностью Разрушены И дискредитированы Это печально Вы сказали о том Что на телевидении Вам нередко Приходилось Ити на компромиссы В ютубе На этой площадке Вам тоже Это приходится делать Или все-таки Такая территория Полной свободы Ну Насколько я могу Видеть Пока Каких-то Существенных Ограничений У тех людей Которые называют Себе видеоблогерами И обладают Гораздо большим Влиянием Вещают на гораздо Большую аудиторию Чем я Никаких Противовесов Сдержек Никаких Гирь на ногах У этих людей Нет Хотят материться Матеряться Хотят распространять Ложную недостоверную информацию Распространяют Ютуб пока не попадает Под действия Российского законодательства В полной мере Повлиять на людей Которые в ютубе вещают У государства В данный момент Ресурсов нет Появятся ли они В дальнейшем Трудно сказать Поэтому Если бы я хотел Если бы во мне Внутри Не были заложены Вот эти годами Формировавшиеся Журналистский инстинкт Я наверное Мог бы вести себя Так же разнузданно Но я все-таки Притормаживаю И стараюсь Не распространять Заведомо Недостоверную Ложную Порочащую Чью-либо репутацию Информацию Хотя конечно Возникают коллизии Периодически У нас есть рубрика На канале Которая связана С публикацией Писем людей И нередко Люди сегодня Вы сами это Наверное хорошо знаете Боятся представляться Собственным именем Боятся говорить От собственного лица Опасаются последствий В этом случае Выбор у меня Как у автора У хозяина канала Один Либо не публиковать письмо Либо публиковать его Под измененным именем Измененные фамилии И не имея возможности Проверить наверняка На сто процентов Достоверность того Что пишут Это привело уже К нескольким конфликтам С серьезными организациями И кстати Формальным поводом Для закрытия Гитпропа Был как раз Один из таких конфликтов Мы рассказали О тревожной ситуации Складывающейся В Роскосмосе Что привело К очень эксцентричной Реакции руководства С руководством Я общался В офисе Корпорации Но было уже поздно Программа была закрыта Тем не менее Как бы мы не отказались От своих слов Мы не удалили Ролик с канала И таких впоследствии Возникало ситуации Еще несколько Когда какие-нибудь Новые сильные Миросево говорили Зачем вы вот на нас Клевещите У нас на предприятии Мы вы знаете Наверное специализируемся На поддержке Трудового рабочего движения Стараемся защищать Права наемных работников И вот нам говорят Что у нас на предприятии Все нормально Вы на нас Напрасленного Возводите Сообщаете о нас Неправду Вот такие ситуации были Но я не думаю Что это все Как-то связано Со свободой Или несвободой Существующей в ютубе Это в первую очередь Мне кажется Имеет отношение К каким-то Моральным категориям К моим собственным И не только моим К тому Как видят мир Мои товарищи По каналу Помогающие мне делать канал Вот каким-то Моральным установкам Что такое хорошо И что такое плохо Из этой серии Но эта история Может быть коммерчески успешной То есть Телевидение Это все-таки Большие деньги Прежде всего Ютуб каналы Это не такие большие деньги Хотя там уже Конечно тоже работают И профессионалы В том числе Я не сомневаюсь В том что Ютуб Это гигантский бизнес И я думаю Что давно уже Превосходящие все Объемы Телевизионного рынка В России Не случайно Крупнейшие Медиахолдинги Нашей страны Сейчас Да не сейчас А уже давным-давно Мигрировали в Ютуб Пытаются там Сократить отставание Сделать что-нибудь Сейчас Приглашать Ютуб Звезд В федеральный эфир Или наоборот Населять Звездами федерального Эфира Ютуб Это будущее И дело тут не в том Что телевидение Прошлое Хотя конечно Телевидение прошлое И мы знаем Что рейтинги Телевидения падают Не только в России По всему миру Его перестают смотреть И в Соединенных Штатах И в Европе И повсюду Дело в том Что прогресс Невозможно остановить И в нашу жизнь Приходят новые технологии Новые способы связи Коммуникации Между людьми И те страны Те корпорации Которые являются Законодателями мод На этом рынке В этом секторе Они будут заказывать музыку Они будут определять будущее И они будут главными Пожинателями плодов Они будут снимать Все сливки Поэтому если у нас нет Своего ютуба Собственного Ну не родилась Такая корпорация В России Да может быть И слава богу Что не родилась Вот То значит Будет зарабатывать Американский дядя Что собственно Сейчас и происходит Звонок у нас Здравствуйте Слушаю вас Алло Добрый день Здравствуйте Сделайте Пассивный радиоприемник Пожалуйста И задавайте Ольга Ушасова Единомышленник Ваш Константин Вы упомянули О народном Справедливом Государстве Вот такие как Мы с вами Единомышленники Мы выросли В таких семьях Которым это нужно Ведь большому Количеству людей Умой это не нужно Им нужно Не народное Не справедливое А только Чтобы им было хорошо А другим Пускай будет плохо И какой-либо Не было бы Вариант Народного Справедливого Государства Мы все равно В конечном итоге Уткнемся Из Горбачева Из Березова Какой у вас вопрос Чтобы гость мог ответить Времени не очень много Пожалуйста Вот эти противоречия Они же на нас давят Как из них выйти Спасибо Спасибо вам Вы знаете Мне это Я может быть ошибаюсь Мне это напомнило То что Периодически Мне мама повторяет Что дескать Мир не исправит Что все равно Будут люди Природа человеческая Такова Она неизменна Что все равно Будут те Кто в первую очередь Держится за собственную рубашку Беспокоится о своей шкуре Соответственно Все усилия напрасны Я считаю Что это не так Вот Вот эта формула Достоевского Пусть весь мир пропадает А мне чаю пить Она действует На очень короткой Исторической траектории На очень коротком Историческом участке В какой-то момент Когда каждый начинает Спасать исключительно Собственную шкуру Не важно О чем идет речь О каком-то конкретном Замкнутом обществе Пусть это будет Балтийская Любая государственность Сегодняшняя Пусть это будет Россия Пусть это будет Америка Не важно Но через какое-то время Становится ясно Что если каждый Спасается в одиночку То не спасается никто Вот такая штука То есть рано или поздно В твою дверь стучатся коллекторы У тебя обнаруживают Неизлечимое заболевание И нет государства И нет общества Которое способно Прийти тебе навстречу И только вот через эти потрясения А если аккумулировать Эти потрясения И противоречия Капиталистического мира То в конечном счете В перспективе Мы увидим вообще-то Призрак Всемирного Глобального Экономического кризиса И мировой войны Вот к чему приводит Развитие этих противоречий Их накопление И вот в этом случае Да Уже не остается Тех наивных Романтически настроенных Эгоистов Которые думают Что они сами Как-нибудь проживут Потому что становится ясно Что касается всех И люди оказываются Вынуждены договариваться Вот эта вот Кооперация Взаимодействие С учетом интересов Каждого человека В интересах большинства Не ради индивидуума А в интересах большинства Она становится Естественной для человека То есть Не хорошие люди Побеждают плохих И строят хорошее общество Насильно Нельзя никого осчастливить Насильно А люди сами Под воздействием Вот этих непреодолимых проблем Ужаса надвигающегося На каждую Ужаса безработицы Ужаса потери здоровья Ужаса Оказаться Перспектива Оказаться В окопах Какой-нибудь очередной Войны Кровавой бойни Непонятно за чьи интересы Вот все эти факторы Подталкивают человечество К тому Чтобы оно все-таки изменилось Я в эти изменения верю То есть Принцип социальной справедливости Он стоит во главе Вы знаете, Роза Люксембург В разгар Первой мировой войны Предложила очень простую формулу Социализм или варварство Вот человечество сегодня Находится ровно перед таким же выбором Можно выбрать варварство И варварство мы сейчас выбираем Но в конечном счете Это будет стоить человечеству Очень дорого Вопрос в том Как быстро Большинство из нас осознает Что выбор Именно так Жестко и категорично сформулирован Многим кажется Что они смогут В своей теплой Маленькой изолированной квартирке В своей машинке В своей ипотечке В своем банковском кредите На своем хорошем Высокооплачиваемом Рабочем месте Сберечься Защитить себя Перезимовать каким-то образом Никто не сбережется Вот в чем фокус 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефон прямого эфира В нашей студии Номер ватсап 230-6191 Звоните И задавайте И пишите Задавайте вопрос Нашему гостю Журналист Константин Семин С нами на прямой связи Сегодня нередко Есть такое мнение Что сотрудников Федеральных каналов Считают Зеркальным отражением Мнения власти В России Пропагандой Может быть Той политики В том негативном контексте Если воспринимать Которую ведет Кремль Вот что вы думаете По этому поводу Насколько справедливы Такие мнения Наверное Эти мнения справедливы И в этом нет Ничего унизительного Для самой пропаганды Потому что пропаганда Это всего лишь инструмент В руках правящего класса Какой правящий класс Такая и пропаганда будет И наивно требовать Чтобы девушка Которую Очень успешно На протяжении 30 лет Ужинали Чтобы она не танцевала По заказу тех Кто ужинает Все в порядке И так происходит Не только в России Не только в России Пропаганда обслуживает Этот самый правящий класс А что французская пресса Французское телевидение Менее послушно В руках французской олигархи Или немецкая Или американская Или эстонская Латышская Японская Какая угодно Кто платит Тот и заказывает музыку Это естественно И не нужно возмущаться тем Что вот эти шакалы Ротационных машин Так дешево продают себя Что дескать Вторая древнейшая К сожалению В капиталистическом мире Товаром является все И совесть журналиста И честь женщины И судьба И жизнь ребенка Все это становится товаром И в этих товарно-денежных отношениях Каждый старается получить Максимальную прибыль Для себя Журналисты Просто на виду находятся Я не к тому Что я их защищаю Я к тому Чтобы люди Все-таки в происходящем Вот в этом разврате И непотребстве Видели какие-то Закономерные причины И следствия То есть Можно назвать Журналистов Федеральных каналов Как говорят Борцами В стране То наверное Да Я не думаю Что это Идейные борцы Это бойцы По найму По контракту И здесь Я опять же Не хотел бы Клеймить всех И мазать Абсолютно Одной краской Весь наш Журналистский цех Потому что я знаю Людей Которые Допустим Находясь в профессии Работая на федеральных Телеканалах Тем не менее На конфликт Со своей совестью Не идут Они не занимаются Там Освещением Каких-то тонких Политических моментов Рассказывают о том О чем им позволяет Их положение Рассказывать И делают В общем Полезное и важное дело Есть Журналисты Работающие на войнах Это тоже Отдельная специализация Отдельная категория людей Не каждому Такое по силам Поэтому Журналисты Такие же Наемные работники Как и любые другие люди Точно так же Над ними висят Кредиты Ипотеки Угроза Потерять работу Беспокойство О судьбе Семей Детей И так далее Но вам не приходилось Чувствовать себя Работая на федеральном канале Чувствовать себя Как раз борцом Этого идеологического фронта И идти на компромисс Со своей совестью В таком глобальном смысле Нет В глобальном смысле Я на компромисс Никогда не шел Тактические Какие-то маневры Я совершал Но Через себя Не переступал И мне не стыдно Наверное Ну не за одну Из произнесенных В эфире фраз За может быть Небольшим исключением Но если Эти исключения И были То Они не были Продиктованы Мне руководством Там некоторые вещи По молодости Я говорил Которые сейчас бы Не произнес бы Наверное Об этом я сожалею Но В целом Нет Я всегда делал То что думаю И Старался Быть в ладах Со своим мировоззрением Со своей совестью У меня особая история Мне кажется Немножечко нетипичная Для Современного телевидения Я пришел на него Уже имея В голове Представление о том Зачем мне это нужно И главной моей мотивацией Была не карьера Не деньги Не статус общественный А вот Как бы это пафосно И может быть романтично Не звучало Боли тоска От того Что я молодым журналистом Видел Вокруг себя Объехав Практически всю Свою страну Я понимал Какая катастрофа Творится И В силу своих Скромных возможностей Я считал себя Обязанным Этой катастрофе Противодействовать Противостоять Что-то делать Сейчас мы сделаем Небольшой перерыв Буквально несколько минут Потом вернемся И продолжим Оставайтесь с нами Мы продолжаем Программу Абонент доступен Анна Смирнова Вадим Родионов Также И звукорежиссер Родион Золотарев С нами сегодня Константин Семин Журналист, телеведущий Блогер с нами На прямой связи Здравствуйте Еще раз Здравствуйте Еще раз Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните Также пишите По WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Владимир Познер Недавно выступая У нас в эфире Сказал о том Что он сочувствует Юрию Дудю Потому что он не понимает Куда ему дальше двигаться Вы ведь Разбирали Фильмы Дудя И в частности Фильм о Колыме Как вы вообще Относитесь К этому К этому феномену Наверное так можно назвать Дудя Учитывая что Его популярность Сегодня Очень высока Ну вы знаете Я не хотел бы Чтобы Критика Дудя Была своеобразным Способом Хайпануть Прицепиться К его популярности С его популярностью Спорить Никто не возьмется Это очевидный факт Связано ли это С талантом С какими-то Дарованиями Я затрудняюсь сказать Не хотелось бы Вот выглядеть Каким-то злопыхателем Но очевидно Что в стране Выросло Новое поколение людей Выросло Не само по себе Не бурьян Трава выросла А заботливо Это поколение Взращивалось А может быть Беззаботно Взращивалось Нашей современной властью Проводившей На протяжении Всех этих лет Реформа образования Заполнившей Наши Кинотеатры Продукцией Голливуда Заполнившей Эфир наших Телеканалов Тем же самым Короче говоря Что выросло То выросло И дуть Это всего лишь Отображение того Что выросло Выросло вот это Нравится Не нравится Оно есть И оно Это уже Это не я Не я будущее Оно будущее Эти люди пришли И они никуда Не денутся И с этим будущим Необходимо разговаривать Необходимо спорить Как я пытаюсь сделать Потому что Многие вещи Которые произносят Эти молодые люди Поймите Я на них Не могу злиться Просто потому что Это не они сами Такими стали И даже если Они когда-то Несут вопиющую чушь В том числе О нашей истории В том числе Об истории Советского Союза Я не могу на них Злиться Особенно если человек Представляете Там 15-17 лет Потому что я понимаю Что это он не сам вырос Знаете В фильме Бумера Есть такая фраза Не мы такие Вот жизнь такая Что дуть теперь часть Неотъемлемая часть Как вот несгораемый шкаф Который нельзя вытолкнуть Неотъемлемая часть Нашей действительности Злись Не злись Нравится Не нравится 15 миллионов просмотров У фильма О Колыме Беслане Или чего угодно Будет И все наши возражения По сравнению с этим Это комарийный писк Но опять же Не от того что мы дураки Не от того что мы Не в состоянии собрать 15-ти миллионную аудиторию От того что Таковы отношения В нашем обществе Такова пропорция социальная Которая сложилась Вырастили то что вырастили Реформу образования Провели так как провели Школа выглядит так как выглядит Нельзя обвинять Обвинять ребенка В том что он не знает Как выглядит история Его страны Нельзя Потому что его не учили Или учили тому что У него в голове сейчас Не он виноват А те кто ему это закладывал Эти дети Они неминуемы Сегодняшние Вот Поклонники Почитатели Да и может быть и сам дуть Кто его знает Все эти люди Неминуемо повзрослеют Их инфантилизм Сегодняшний Ютубный инфантилизм Обязательно выветрится И развеется Вот эта формула Дудевская Капитализм Счастье Зашибись Известная Ставшая мемом уже Она обязательно Разобьется Как и разобьется Любая такая Такая хрустальная мечта О жизни О быт О безработице Об отсутствии перспектив Понимаете Нельзя разобрать все предприятия В стране Нельзя уничтожить науку И жить после этого Одним ютубом Надеясь Что все станут дудями Все пробьются В какое-то светлое завтра В светлое будущее У нас такая мечта Уже в начале 90-х У поколения родителей Состарившихся сейчас людей Уже была Она называлась МММ Помните Леню Голубкову И всем казалось Что вот эти придурки Совки Вот эти вот люди Строившие заводы Жертвовавшие собой Во имя страны Это все в прошлом А мы сейчас Мы не халявщики Мы партнеры Мы сейчас замутим Совершенно другую экономику Чем это закончилось Те люди Которые готовы были На штыки любого поднять Кто осмеливался Критиковать МММ Ну помните же Эти разъяренные толпы Сегодня кто это Это люмпины Деклассированные элементы Многих из них уже нет в живых Этих людей Они дорого заплатили За свои заблуждения За заблуждение Своей молодости За заблуждение 90-х То же самое ждет И поколение Дудя Обязательно А наша задача Быть рядом В момент Когда придет прозрение Когда они поймут До какой степени Они заблуждались Много звонков Здравствуйте Слушаем вас Слушаем вас У меня два маленьких вопроса Вопрос первый Вы уже сказали Угрозы моей родине И я стараюсь Я предупредил Немножко поподробнее В чем заключается угроза Как вы собираетесь Ее предупредить И второй вопрос Что-то такое Можете объяснить Что большинство народов Так долго поддерживают Политику Путина Спасибо Да спасибо вам Может быть вам удалось Лучше раз слышать Потому что я не первый И не второй вопрос Какая угроза родине Вашей То есть Россия Существует И второе Почему так много людей Поддерживают политику Владимира Путина Первое Какая угроза родине Существует Я думаю Первая и главная Угроза родине Это победивший На родине У нас Да и у вас И повсюду Победивший Общественно-экономический уклад Который называется Капитализм Потому что если кто Россию способен Уничтожить Убить Раздробить на части И отдать на растерзание Каким-нибудь Заграничным хищникам То это в первую очередь Сама Россия И те люди Которые получили В ней власть и собственность Вот это главная опасность Просто Не всегда она осознается Очень многие люди По ошибке сегодня По-прежнему Ассоциируют себя С этим самым государством С буржуазным государством Считается что Ну вот знаете Вот появляется какой-нибудь ролик Например После того как вводятся санкции В отношении завода Дерипаски Появляется ролик Рабочий Газа Поют рэп С требованием Снять санкции С Дерипаски Вот в таком заблуждении В таком иллюзорном Романтическом мире Живет очень много людей А им кажется Что интересы Вот этих вот хозяев Этих на самом деле Бандитов Потому что любой капитализм Это хорошо или не очень хорошо Организованная преступность Интересы хозяев И интересы наемного труда Это нераздельные Связанные интересы Это одно и то же Нет Ничего подобного Это два разных государства Два разных отечества Два разных народа И вот самая большая опасность Для России Для большого народа Для безработного Несчастного Лишенного перспектив Жизни Лишенного образования Народа Самая главная опасность Исходит от этого малого народа От тех кто получил Собственность В первую очередь Собственность Собственность на средства Производства В девяносто первом году От тех кого мы называем Олигархами Большими Малыми Средними Неважно Вот от этого В этом я вижу Самую большую угрозу Но не только России Вы поймите Когда я говорю об этом Я не имею ввиду Какое-то исключительное положение Нашей страны В Латвии абсолютно Та же история Вывезены и разрушены Все предприятия В Эстонии В Литве На Украине В Молдавии Куда ни плюнь Везде происходит Одно и Польша На которую очень многие В странах Балтии молятся В Венгрии Да благословенные Соединенные Штаты Где я проработал Не один год И достаточно хорошо Знаю ситуацию Ничем это Одно от другого Не отличается Что же касается того Почему многие люди Поддерживают Путина В этом есть Множество причин Этому есть множество причин Это и инерция Вот того самого Советского мышления Вы знаете конечно Что у нас демография Именно такова Что большинство населения Политически активно Составляют люди Советского воспитания Советской закваски Что ли Им свойственно Верить в хорошего человека И воспринимать Приходящие сверху решения Как ну вот Нечто Не подлежащее обсуждению Эти люди Как вот Лучами прожектора Рыщут вокруг глазами В поисках спасителя Человека Который Будет выходцем Из спецслужб Генералом Каким-нибудь Желательно суровым парнем Который придет И все починит Вот поиски Ильи Муромца Поиски волшебного персонажа Способного избавить людей От проблем От бед А главное Избавить их От необходимости Бороться самостоятельно Вот эти поиски Продолжаются всегда Ну До сих пор До сих пор По крайней мере Людей Надеющихся на Хорошего Крепкого хозяйственника На какого-нибудь героя В тигровой шкуре Таких людей По-прежнему много И отсюда Это самая популярность Но мне кажется Что решение Последних лет Вот сейчас Вот я Перед тем Как начать с вами разговор Я просто С округлившимися глазами Прочитал новости О том Что правительство Наше И премьер Медведев Упраздняют 20 тысяч Унаследованных России От Советского Союза Законодательных актов И в первую очередь Акт о 8-часовом Рабочем дне Декрет Принятый Советом народных комиссаров В 1917 году Чем больше таких решений Таких решений Как пенсионная реформа Чем шире Открываются глаза У простого человека Тем меньше Остается иллюзий Тем меньше Людей Которые верят В ту или иную фамилию Я считаю Что здесь абсолютно Второстепенно Путин Медведев Шойгу Лебедь Ельцин Табуреткин Абсолютно неважно Человек в данном случае Это функция Производная От системы Общественных отношений Еще звонок у нас Здравствуйте Слушаем вас Добрый день Добрый Как вас зовут? Улдис Да, Улдис Слушаем вас Ну я хотел обратиться К гостю Вы сказали Что Женолюги Проститутки Ну на 90% Я с вами согласен Но вы же Не будете ставить В один ряд Скажем Соловьера Киселева Скобеева С теми Высоконавственными Людьми И честными Которых Плещевый Недомерок И педофил Убил Спасибо Тут много Оценочных Суждений Хороший Такой вопрос Который мне Видимо Тоже придется Попросить Вас перевести Для меня Вероятно Уважаемый Слушатель Хотел сказать Что и в этой Профессии Какая бы Древнейшая Она ни была Встречаются Разные люди Я с этим Скорить не буду Я советую Я советую Найти Книжку Монолог С петлей На шее Журналиста Юлиаса Фучика Для того Чтобы Вот Человек Который нам Сейчас позвонил Действительно Убедился В том Что не все Проститутки Не все Продажные Бывают И другие люди В каждой Профессии Бывают другие люди Но во многом Их поведение Поведение людей Определяется Их мировоззрением И тем Какому Общественному Классу Они себя относят За чьи интересы Предпочитают сражаться Если они Свои интересы Не отличают Или связывают С вот этими Мародерами С людьми Которые Пьют стаканами Чужую кровь Ну тогда Чего ожидать От этих людей Но есть и другие И всегда были И будут всегда другие Я убежден Что таких людей Немало И в России И в российской глубинке В регионах И в Латвии И в Соединенных Штатах Америки Под крылом У проклятого Госдепа С ЦРУ Еще звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Да Слушаем вас Лаиса А у меня вопрос такой У вас много единомышленников Друзей Не только в Ютубе То есть виртуальных Там можно написать Все что угодно А именно вот в живых Рядом с вами И второй вопрос Вы не боитесь Что вас может Постичь когда-нибудь Разочарование И вы будете сидеть И думать Что вот прожил Жизнь зря Не за то Боролся Или боролся Но не получилось Спасибо 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 Да будет Прожитые годы Вот по-моему Гораздо Болезненнее И тяжелее Впоследствии А я уже в общем Совсем не мальчик По возрасту Вспоминать Что занимался Ты черт знает чем Жил в свое удовольствие Накопил денег Но никого не сделал Счастливее Ничьи страдания Не облегчил Никому ничем Не помог Вот это по-моему Ну не каждый человек Это испытает Многие люди Прожив жизнь Так как они живут Совершенно незнакомы С угрызениями совести Но для меня Это вот Серьезная Такая Серьезный повод Для раздумий Для внутренней рефлексии Я не опасаюсь Есть риск Знаете Есть риск Ответственности Перед людьми Которых ты к чему-то призываешь Если ты Завлуждаешься в чем-то То вести за собой Толпу Это значит Рисковать не только Собственной жизнью И не только Собственным благополучием Но и благополучием Других людей Имеешь ли ты на это право Для меня это Очень сложный вопрос Однозначного ответа На него нет Что касается того Сколько тех людей Которые способны пойти То Их конечно Ни легион Ни толпы Гораздо меньше чем у Дудя Они не сметают И не переворачивают Торговые палатки На Красной площади Как поклонники Какого-нибудь Создателя дневника Хача из Ютуба Да Нет у меня таких толпы Да и не надо наверное Но все же Приезжая в регионы И встречаясь С людьми в Москве Я вижу что Их не так мало Их не так мало Вопрос В фейсбуке У нас Артем написал Зачитая его как есть Как вам кажется Должна ли журналистика Быть объективной И если да То почему вы позволяете Себе быть настолько Однобоким В своих видео Такой вопрос Я мне кажется Никого не ввожу В заблуждение Моя программа Называется Агитация и пропаганда Начинается она С фразы Правда всегда одна Это и есть Моя доктрина Это и есть Мое журналистское кредо И мне кажется Оно гораздо Правдивее Чем та объективность Которой нас В том числе Студентов Факультета журналистики Уральского В моем случае Университета В 96 году Учили американские Преподаватели Вот как раз Объективность Нейтральность Взвешенность Уравновешенность Мнений Это лучший способ Маскировать пропаганду Лучший способ Манипулировать людьми Несмотря на то Что на Западе Принято считать Что агитация И пропаганда Это обман В действительности Ну и в советском словаре В советской энциклопедии Всегда было написано так Это побуждение Это призыв Когда ты перед людьми Выкладываешь на стол Все карты Ты ничего от них Не утаиваешь Ты говоришь С ними искренне И тебя трудно Обвинить в том Что ты подтасовываешь Что-то Ведь вы Наверное Сами прекрасно знаете Что любое телевидение И любое средство Массовой информации Пропагандой Наполнены до краев Просто Есть разница В форме подачи Этой пропаганды Если телеканал СНН Будет рассказывать О том Что происходит в Сирии Он вроде бы Покажет две стороны Но совершенно очевидно Какая из сторон Будет преподнесена Как жертва А какая как агрессор Совершенно очевидно На чьей стороне Будет стоять Корреспондент И на чьей стороне Будет стоять канал Я проходил практику На телеканале NBC В свое время Трехмесячную Я закончил Американский университет Так что Уроки объективности Все в своей жизни Я прошел Меня учили Этой объективности Ничего более Лицемерного И подлого Я в жизни не встречал Это шулерский Такой подход Когда ты людям Выставляешь наперстки И предлагаешь Угадать Где находится Там шарик В действительности Ты всегда знаешь Где этот шарик есть Потому что ты владеешь Всем игровым столом Вот Поэтому Нет никакой Объективности Средства массовой информации В буржуазном мире В капиталистическом мире Принадлежат тем Кто ими владеет И обслуживает интересы Правящего класса Собственников Телеканала CNN Собственников Телеканала Fox News Корпорации Руперта Мердока Или какого-то И другого Воротила Неважно Они всегда будут проводить Его интересы Никакого равновесия В точках зрения Конкурирующих Между собой Олигархов Чему нас пытались Учить Когда-то В университетах Никакого равновесия Не существует Существует жесткий Тоталитарный диктат По отношению К трудящимся Со стороны Правящего класса Все Более или менее Здравомыслящие люди Сейчас И в Соединенных Штатах И в Европе Желтые жилеты Во Франции Митингующие Учителя В Чикаго Или в Сан-Франциско Познают это На собственной шкуре Никогда этот человек Не добьется От средств массовой информации Правды Его точка зрения Услышана не будет Поэтому чего уж стесняться Давайте просто прямо Говорить Что есть несколько правд Одна правда Принадлежит Классу Собственников Классу капиталистов И другая Единственная Для Мне кажется Порядочного журналиста Правда Это правда Тех Кто живет Своим трудом Вот эту правду Я считаю Необходимым отстаивать Звонок у нас еще Здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Александр Да Александр Знаете Навальный Тоже окончил Американский университет Ельский По-моему И сейчас Вот есть информация Там его и вербанули Как и Соболь Вот Откуда не собирает Такие толпы Платит гигантские штрафы Им все По барабану Что называется Вот как вы можете Ваше мнение Такое Да Я вот Если честно Я давно Перестал верить В теорию заговоров Я даже Не считаю Что какие-то Банковские переводы Или Вагоны С наличностью Навальному Поступают Из-за границы Я думаю Что он Действительно Пользуется Большой популярностью И залогом Его популярности Является Непопулярность Сегодняшней власти Его популярность Провоцируется Наращивается Ошибками Или Преступлениями Сегодняшней власти В центре Или на местах Поэтому для него Я думаю Не какая-то Особенная проблема Собрать деньги Для того Чтобы расплатиться С судебной инстанцией Во-первых Во-вторых Я не исключаю Что и многим Так кажется Свечку не держал Но не исключаю Что этот человек Как и не раз Бывало В российской истории Ведет двойную игру Ему позволяют Это делать И кошка Подыгрывает мышке Потому что мышка Выгодна кошке Потому что Лучше пусть будет Такая мышка Чем какая-нибудь Бешеная Загнанная крыса Которая Однажды Вцепится Кошке в хвост И отгрызет его Лучше иметь Такую Компактную Управляемую Тонкоголосую мышку Вот И если Потребуется То эту мышку Можно освободить От уголовного Преследования Выпустить Из заключения И помочь С ликвидацией Той же судебной Задолженности Так что Тут все версии Допустимы Вы в своем фильме Последний звонок Поднимаете Тему Оцениванию учеников В одной из Российских глубинок Там применяется Метод Таких Буквенных оценок Насколько Вы упоминаете Как раз о том Что этот метод Применяется В том числе И в Соединенных Штатах Насколько Соединенные Штаты На ваш взгляд Заинтересованы Во влиянии На территории России Во влиянии на что? На территории России Да и Соединенные Штаты И Китай И Германия Заинтересованы Во влиянии На Российского Обывателя Точно так же Как и российская Правящая элита Заинтересована Во влиянии На Американского Обывателя Европейского Обывателя Или Китайского Обывателя Потому что За каждым Из таких Интересов Просматривается Интерес коммерческий В первую очередь Американцы Хотели бы Распоряжаться Нашей нефтью Нашими Энергетическими Ресурсами А наши Олигархи Хотели бы Продавать нефть Америке Например Или хотели бы Чтобы американцы Не вводили против нас Санкции Поэтому все На всех влияют Вот что нужно Себе уяснить Не бывает такого Что страны Существуют под колпаком Стеклянным в вакууме И дескать Если у нас Есть государственная Граница То никто не в состоянии Повлиять на нашу Молодежь И мы не на кого Все на всех влияют Перед первой мировой войной Все точно так же Отчаянно на всех Пытались повлиять Но это ни к чему Не привело То есть Нельзя сказать Что распространяя Какие-то учебники Поддерживая введение Буквенной системы Оценивания В российских школах Американцы воспитывают Здесь лояльную К Америке молодежь Лояльную к Америке молодежь В первую очередь Воспитывает Сама российская олигархия Сама российская буржуазия Которая раздолбала Все образование Которая уничтожила Интерес К труду И к знаниям Среди молодежи И которая фактически Сделала молодежь Заложницей Ютубов Голливудов И всего остального Вот кто главный Воспитатель Российской молодежи По барабану Абсолютно Какие будут оценки В школе Главное что у детей В головах А у детей в головах Вот это Кто девушку Ужинает Тот и будет ее танцевать Еще звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут? Константин Хотелось бы Да Вы уже задавали вопрос Давайте следующий звонок Много радиослушателей На линии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Здравствуйте Как вас зовут? Да слушаем Добрый день Владимир меня зовут Да Задавайте вопрос Так вот Как-то может быть Задаю вопрос Коротко Задавайте Владимир вопрос Пожалуйста Задавайте Пожалуйста Короче Задаю вопрос Может быть Права мама Которая сказала Что природу человека Не изменишь Ну куда короче Ну вы же не хотите Чтобы я повторил То что уже сказал Можно конечно Смириться с этим И согласиться с тем Что мы обречены На варварство Тогда давайте дожидаться Когда кто-нибудь Встретит вас С молотком У подъезда Но мне кажется Что мы в первую очередь Люди И была такая фраза Вы помните Годы рассвета Советской литературы Человек Это звучит гордо Мне хочется верить Что человек Это звучит гордо Должно звучать гордо И вот эта вера в человека Нежелание Смириться с его Животной природой И заставляет меня Делать то что я делаю Николай спрашивает У вас через ватсап Он вопрос прислал Вам жить в России Нравится легко И свободно Ну то есть Это уже дополнение Нравится ли вам жить И легко ли вам там И свободно Я не вижу принципиальной Разницы между тем Что происходит в России И тем что происходит В любой другой части света Если не иметь ввиду Там какие-то Коммунальные блага Развитость интернета И еще что-то Получить по башке Лишиться возможности Говорить Можно везде Вопрос в том До какой степени Ты честен Если ты будешь Допустим Рассказывать правду О злодеяниях Латышских олигархов У вас же есть олигархи Ну Смею предположить Доводилось мне у вас Бывать Да Кое-чего я там Посмотрел Послушал Вот если ты будешь Рассказывать правду Настоящую правду Не в интересах Одного олигарха Че хвостить другого А вот вскрывать правду Как она есть То ты пробегаешь на свободе Ничуть не дольше Чем в России И не потому что там Здесь диктатор А у вас там демократия Разницы нет Потому что за бабки Везде и всегда Очень быстро На любой роток Накидывают платок И в этом смысле Я не чувствую Что воздух свободы Там наполняет Мои легкие Когда я приземляюсь В каком-то европейском аэропорту А здесь духота И какая-то Но я могу сказать Что это инерция Понимаете Я воспитан Я советский школьник Я воспитан этими книгами Воспитан этими фильмами Этой литературой Этой культурой И возвращаясь За границей Я конечно чувствую себя дома Но я чувствую себя дома Точно так же Чувствовал Когда мог туда въехать На Украине Я чувствую себя дома в Минске Я чувствую себя дома в Риге Несмотря на все перемены Катастрофические Может быть перемены Которые произошли И с вашей И с нашей страной Тем не менее Вот эта вот советская инерция Я ее еще повсюду ощущаю Во многих странах Западной демократии Где ничего советского Не было никогда Где человек никогда Не был человеку братом Этого почувствовать невозможно И кстати говоря В этих самых Благословенных Развитых странах Западного мира Немало людей Которые завидуют Нашему такому чувству Этой нашей ностальгии И спрашивают И спрашивали меня Что же вы натворили Что же вы сделали С собой в девяносто первом году Ну что ж Спасибо вам Что вы нашли время И вышли в прямой эфир Программы Абонент доступен Журналист Константин Семин Был гостем программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Спасибо вам До свидания Субтитры сделал DimaTorzok